В Рогале хранится несколько писем Бориса Константиновича Зайцева, критику Ахенвальду, относящихся к эмигрантскому периоду. Я бы хотела остановиться на одном, который представляет, на мой взгляд, значительный интерес. В нем речь идет, прежде всего, о письме русских писателей 1927 года. Надо оговориться, что между Ахенвальдом и Зайцевым существовало дружеское общение. Оба были москвичами, встречались в одних и тех же изданиях, литературных кружках. Сохранились письма жены писателя Веры Алексеевны Зайцевой к критику. Они свидетельствуют о том, что корреспонденты хорошо знали обстоятельства жизни друг друга, общались с семьей. Вот на сладе одно из таких писем. На революцию существовала переписка между Ахенвальдом и Зайцевым. Об одном письме Ахенвальд упоминает в литературных заметках от 8 декабря 1926 года. Критик вспоминает, что одним из первых отозвался на раннее произведение Зайцева, признал в нем восходящую звезду на горизонте родной литературы. Зайцев отправил ему письмо, в котором благодарил за доброе слово. Ахенвальд посвятил писателю Иссе в третьем выпуске «Силуэтов писателя», где писал довольно хвалебно, но я не буду приводить цитату большую, вот о его произведениях ранних. Однако он отмечал и слабые стороны писательской манеры Зайцева. Так в рецензии на роман «Дальний край» он писал о неубедительности примиряющего настроения и указывал на композиционные недостатки. В революционный период критик обращался к творчеству Зайцева неоднократно, следил за его публикациями, размещал благожелательные отзывы. У миграции Ахенвальд постоянно рецензирует новинки Зайцева, считая его наряду с Иваном Алексеевичем Буниным и Иваном Сергеевичем Шмелевым, хранителем русского слова в изгнании. Между критиком и писателем продолжалась переписка. В нескольких письмах 1925 года из Парижа Зайцев благодарит критика за внимание и замечание к отцу Сергию, просит написать рецензию на роман «Золотой узор». Эти письма опубликованы. После гибели Ахенвальда Зайцев опубликовал некролог памяти Ахенвальда, полный горьких сожалений о безвременном уходе критика и самых сердечных слов его адрес. О его смерти и похоронах он также подробно пишет в письме Бунину от 26 декабря 1928 года. В контексте взаимоотношений Ахенвальда и Зайцева особое значение имеет письмо писателя критику, датированное 29 июля 1928 года. Оно написано на четырех страницах на листе пищи бумаги с огнем-то пополам, и вверху первая страница содержит небольшой текст датировки 1 июля. Придем здесь целиком. Это письмо. Я разместила его здесь вот на слайдах, а зачитывать его не буду. То есть, позвольте, вы его сможете прочитать сами. В первой части письма речь идет о Нине Ивановне Петровской, писательнице, яркой представительности Серебряного века. С 1911 года она жила постоянно за рубежом, сильно нуждалась. По свидетельству Ходосевича, после Первой мировой войны она находилась в Италии в бедности, и затем приехала в Берлин, а в 1927 году в Париже, где ей помогали Ходосевич, Зайцев и другие. Писательница отравилась газом в ночь на 23 февраля 1928 года. В берлинский период Петровская сотрудничала в Сминовеховском журнале накануне. Об этом идет речь во фразе, вот здесь вот она видна, «порвала совсем с теми». Оказавшись во Франции, она хотела уступить в Союз литераторов и журналистов в Париже, возглавляемый Милюковым. Об этом же она говорит в письме к Айхенвальду о 29 июня 1927 года. Вопрос о выборе в члены здешнего союза стоит открытым, нужно проучительство двух членов. За это взялись Зайцев и Алданов, а пока никуда нельзя сунуть нос. Это письмо тоже опубликовано. Когда Зайцев пишет Айхенвальду, что правление постановило запросить вас и ваш союз, то имеет в виду союз журналистов и литераторов Германии, основанных Гессеном, Айхенвальд был членом правления этого союза. Айхенвальд ответил Зайцеву по поводу Петровской в положительном смысле, о чем свидетельствует письмо Петровской критику от 8 августа 1928 года, в котором она также описывает хлопоты писателя, пытавшись помочь ей с работой. «Спасибо вам огромное за доброе слово, что замолвили за меня перед здешним союзом, а оно-то снимет с меня теперь проказу», – так сказал Борис Константинович. Это тоже письмо опубликовано Эльдой Гаретто в минувшем. О том, что собирается в Берлин, чтобы встретить приезжавшую из СССР мать, Зайцев писала Айхенвальду в письме 29 июня 1927 года. «В конце июля я надеюсь быть в Берлине», – это цитата. «Приезжает Берлин моя мать, я встречаю ее. Будете ли вы в городе в это время? Очень хотелось бы повидаться». Татьяна Васильевна Зайцева, мать писателя, скоропозирственно скончалась 20 июля 1927 года. После отъезда сына за рубеж много раз пыталась получить разрешение выехать, чтобы повидаться сыном, но получила отказ. Об этой трагической истории сотрудник руля Александр Александрович Яблановский написал даже Фильетон Доканали. Далее в письме речь идет об известном французском писателе и журналисте Жоржи Дюамеле, творчество которого Айхенвальд высоко ценил и посвятил эссе в газете «Руль» о его книге «Цивилизация». Дюамеле книги. В 1927 году Дюамеле посетил СССР в марте-апреле по приглашению советского правительства. Свои впечатления он отразил в книге «Вояжи о Москву. Путешествие в Москву». В советских газетах этот визит преподносился как символ признания Советского Союза прогрессивной европейской интеллигенции. Хотя Дюамеле видел цензурные ограничения в советском обществе и считал такое положение ничем не оправданным, но все же, как пишет исследовательница Татьяна Васильевна Краева, это была благожелательная критика, оправдывающая применение насилия и подавления накомыслия историческим прошлым России. Отрывки из книги Дюамеле «Путешествие в Москву» печатались в нескольких номерах газеты «Les nouvelles littérères». Зайцев имеет в виду номер этой газеты от 30 июля 1927 года. Фотография, о которой он пишет, размещена на пятой странице. На ней изображено, как Дюамеле выступает в картинной галерее, за столом сидят писатель Новиков Прибой, искусствовед и критик Абрам Эфрос и другие. Под Союзом писателей здесь имеется в виду, скорее всего, Всероссийский Союз писателей, созданный в 1920 году и просуществовавший до 1932. Дюамеле в указанном номере газеты с большим сочувствием и иногда восхищением описывает последствия национализации картинных галерей, частных музеев и других сокровищных искусств. С его точки зрения, доступность произведения искусства для широких масс населения перевешивает минусы национализации частного имущества. Разумеется, эти его рассуждения не могли не вызвать возмущение у Зайцева. По скриптуме Зайцев вспоминает об истории с откликом Горького на смерть Держинского. Максим Горький в письме Ганецкому, революционеру и государственному деятелю, откликнулся на известие о смерти Держинского. Цитата. «Свершенно ошеломлен кончиной Феликсы Едмундовича. Впервые его увидел в девятом-десятых годах, и уже тогда сразу же он вызвал у меня незабываемое впечатление душевной чистоты и твердости. В 18-21 годах я узнала его довольно близко, несколько раз беседовала с ним на очень щекотливую тему, часто обременял различными хлопотами. Благодаря его душевной чуткости и справедливости было сделано много хорошего. Он заставил меня любить и уважать его. Нет, как неожиданно, несовременно и бессмысленно смеять Феликса Едмундовича». Центральные советские газеты опубликовали это письмо 11 августа под заголовком «Максим Горький о товарище Держинском». Затем оно появилось в эмигрантской прессе. В частности, Максим Аполитович Ганфман, филитоник Горький у гроба Держинского, приводит как раз эту цитату из письма, сопровождая ее фразой «Позорные лицемерные слова». Айхенвальд был не только членом Союза русских журналистов и литераторов в Германии, но и членом правления этого союза, некоторое время председателем. И вот история с публикацией о Горьком как раз вот к этому периоду относится. В газете «Руль» от 3 сентября 1926 года размещено письмо от имени правления Союза журналистов и литераторов, вот это что пишет здесь Зайцев, которое, скорее всего, имеет в виду Зайцев, когда пишет Айхенвальду «Я помню, какое отличное письмо вы написали о Горьком и Держинском». Еще в дореволюционный период Айхенвальд очень критически относился к творчеству Горького. В третьем выпуске «Силуэтов» критик отмечал, что постоянной чертой произведения писателя является уклонение от живого непосредственности, наивные силы и красоты. Герои у него носители с интенцией и тенденций. Степун писал в «Некрологии», посвященном Айхенвальду, что для критика неприемлем был искусственно-головной звук творчества Горького и его сочинительства. В эмиграции к этому прибавилось еще и неприятие у политической позиции, отторжение от Горького человека и возмущение многими его действиями. Здесь можно отметить, что последовательно отрицательным было отношение к позиции Горького, его деятельности и личности со стороны всей редакции газеты «Руль». Письмо от лица «Союза» было довольно жестким даже для руля, однако находилось в одной струе с отрицательной реакцией на письмо Горького к Ганецкому со стороны подавляющей части эмиграции. В изрождении было несколько публикаций на эту тему. В газете «Россия» была размещена очень резкая заметка Бунина. Все это стало вехой в процессе разрыва литературной эмиграции с Горьким, как пишет исследовательство Бочарова. По скриптуме письма Зайцева идет речь об анонимном письме русских писателей, обычно именуемом обращением к писателям мира. Оно было опубликовано в последних новостях о возрождении 10 июля 1927 года. В письме шла речь о полном отсутствии свободы слова в СССР, при репрессиях, расстрелах, взаимокомыслей и содержался крик о помощи. Письмо целиком было приведено в книге Нины Берберовой «Курсив мой» и снабжено горьким комментарием. «Ни один писатель мира не откликнулся на это письмо, ни одна газета, ни один журнал не комментировали его». В СССР оно было сразу объявлено фальшивкой, сфабрикованной белыми эмигрантами для того, чтобы порочить Советский Союз в глазах прогрессивной западной интеллигенции. После откликов Куприна, Зайцева и других на это письмо, опубликованных в газете Левинирова, в ней же 12 января 1928 года появились двойные письма Бальмонта и Бунина к Роману Ролану под заголовком «Мученичество русских писателей» Роману Ролану «Отчаянный призыв Константина Бальмонта и Ивана Бунина». Вся вот эта вот публичная, скажем так, переписка была подробно разобрана и приведена в статье Марии Мануиловны Маликовой. Обращение писателям мира было напечатано в руле, как и в парижских газетах, в номере от 10 июля 1927 года. В том же номере была опубликована передовая статья «Голос оттуда». В ней транслировался призыв к европейским писателям обратить внимание на бедственное положение коллег по цеху в Советском Союзе. Судя по тому, что эта передовица содержала в себе прямые заимствования из статьи Эхенвальда, к примеру, пассаж о том, что советский режим ведет писателя на цепочке, как решилась недавно сказать Мариета Шегиняна, это прямое заимствование из литературных заметок Эхенвальда. Он, если не был отчасти его автором, то приложил руку к ее написанию. Затем в руле высказался Яблановский, известный писатель и журналист, который ввел обзоры печати в этой газете, часто дал передовица. В фильеттоне из цикла «Парижские письма» он цитировал французские газеты, сопроводившие письмо возмущенными комментариями по поводу цензурного режима в стране большевиков, и добавлял, жаль только, что никто из французов не вспомнил недавних слов господина Горького, который говорил, что русская печать никогда не пользовалась такой свободой, как при советах. Наконец, 7 августа в газете «Руль» появилась редакционная заметка «Фальшивка». В ней говорилось, что советское государство, обеспокоенное появлением обращения к писателям мира, объявило его фальшивкой, сочиненной за границей. Заметка являлась ответом на филитон Михаила Кольцова. Подметное письмо, опубликованное в «Правде» от 4 августа 1927 года, содержало его саркастический пересказ, автор именовался «Бразописцем», утверждающим, что советская цензура нисколько не стесняет благонамеренных писателей и направлена лишь против контрреволюционных произведений. Далее в заметке следовали филиппики против Горького, говорившего, что, цитата, «Советский режим знает свободу печати», конец цитаты, и завершалась статья опять-таки отсылкой к Амрете Шагинян. «В самой России нашелся писатель, который, хотя и с помощью изобовского языка, дерзнул и сумел прямо сказать, что русский писатель привязан на цепочки, и выбора у него нет». Еще раз, это редакционная заметка, авторства неизвестно, но редакционные заметки там писала несколько авторов, в том числе Яблановский часто писал, но и Айхенбальд тоже иногда принимал в этом участие. К сожалению, не удалось обнаружить в руле информацию о каком-либо припроводительном письме правления Союза журналистов и литераторов Германии к обращению к писателям мира. Однако, тему, связанную с этим обращением, газета не забывает. Через полгода уже после ответа Романа Ролана на двойное письмо Бунина и Бальмонта, опубликованное в 15 февраля в еженедельнике Лероп, в руле появляется Филетон Лагеблановского «Не понимают», в котором он опять с горечью повторяет, что послание писателям мира европейские собратья не заметили, что Ролан, доверившись свидетельствам туриста Дюамеля, наивен и легкомыслен, и потому любезно и снисходительно объясняет российское действие Бунину и Бальмонту, и при этом поздравляет юбиляров большевиков с их необыкновенными достижениями. Здесь имеется в виду письмо поздравления Романа Ролана по поводу годовщины Октябрьской революции. Выскажется по поводу позиции Ролана и Ахенвальд. Когда в оправдании своей позиции Ролан в газете «Львинир» от 15 марта опубликует полученный из Соррента пространный, вполне предсказуемый ответ, опять-таки, по этой характеристикам Аликова, я уже цитировала, и вырезку из правды с утверждением о том, что обращение фальшивка, последует гневная отпведь Бальмонта, а Ахенвальд в газете «Сегодня» в ответ на публикации Романа Ролана поместит большую статью «Ролан отступник». В ней он подхватит основные мысли нового письма Бальмонта Роману Ролану и разовьет их. Можно определенно сказать, что в общей дискуссии Ахенвальд поучаствовал, обращение поддержал, выступив против позиции Ролана и в защиту обращения писателям мира. Спасибо за внимание.